марш с вами здороваться всем доброго утра мы уже пришли с прогулки дофи сразу с нами пошел а маню не он бегал играл с яйцом кто-то идет ой это собак соседская 5 выскочила черная нас эти там бедные разрывается подожди ой камера садится ой заметил ну придется тебе это встречать но все иду манюня ой камера садится такой на меня смотри ты че еще там пойдем встречать нет ты тут здравствуй а подожди надо же те лапки протереть ой все началось манюнечка ты все за мной хвостиком ходишь да ты же мой хвостик вот там еще один бежать хвостик мне кажется вы меня преследуйте товарищи так я налила себе чайчик такой вот еще новогоднюю кружечку уже совсем скоро надо будет ее убирать но не только ее все новогодние украшения елочку наши гирлянды красивые так но я сейчас начинаю уборочку в общем чего решила начать решила начать со стирки конечно наверное это моя ошибка то что я на кухню покупаю знаете всегда очень красивые люблю белые полотенца белые фартуки но к сожалению вот эти пятна они просто бесконечно появляются и допустим не так давно я его стирала и вот эти пятна у меня к сожалению не отошли в этот раз у меня получится или нет вот это ужас что с ней ну и собственно говоря вот полотенца тут значит есть мне кажется просто все на любой вкус вот здесь вот даже у нас малина оказалась мальту меня и жирные пятна и в принципе если так посмотреть видно что они вот такого знаете оттенка не белого то есть вообще они были вот такие вот прям вафельные белоснежные вчера была вайлберес забрала свой заказ это у нас такой универсальный кислородный очиститель на самом деле про этот кислородный очиститель я увидела уже не у первого блогера они его очень хвалили показывали до и после если честно я прям загорелась желанием его купить значит я зашла на озон и на балберес в общем взяла на балбересе был со скидкой там есть несколько форматов я взяла килограмм на пробу 549 рублей о сейчас он еще дешевле 473 рубля это килограмм 2 килограмма 99 рублей и отзывы на балберес просто еда нереальные очень хорошая оценка общем и посуду вот я кстати хочу почистить еще у меня есть одна кастрюлька интересно получится или нет и про обувь тут тоже писали что дайте вот эти резиночки от кроссовок тоже хочу попробовать не знает сегодня или нет в общем начну сейчас я с полотенец сейчас мы их будем замачивать хочу открыть вообще посмотреть ну и вкратце сейчас я вам расскажу про него что мне еще очень понравилось что он во первых универсальный у него очень много вариантов что им можно чистить второй пункт что он гипоаллергенный он без запаха и без хлора тут есть инструкция но честно более тщательная инструкция подробная она была в карточке товара о бренд фри на балберес посмотрите на зоне я думаю тоже самое и так значит что заявляет производитель кислородный чиститель отлично справляется загрязнением органического происхождения пятнами от травы напитков продуктов питания детских пюро и жира предназначен как для белья так и для цветных тканей эффективно удаляет загрязнение страстичных поверхностей кафель стекло камень плитка резина эмалированной поверхности нержавеющая сталь керамика обивка мебели безопасен для человека окружающей среды также люди в комментариях писали что он хорошо очищает пятна от пот и дезодората знаете вот эти желтые пятна которые вообще ничем не кажется не вывести но единственное на чем нельзя использовать это на изделиях из шерсти шелка пуха по моему еще кожи в общем почитайте обязательно инструкции естественно перед применением обычный такой порошок первым делом я сейчас поставлю чайник не нужно 90 градусов я возьму одну столовую ложку потому что мне не так много белья заливаем водой о чеси как начинает все пениться так похоже мне этой воды будет мало сейчас еще поставлю самое грязное прям ощущение что какие-то опыты про провожу я добавила еще воды и еще немножечко порошочка сразу опять пошла реакция все оставляем на час обязательно заливать на 90 градусов вот как пишет что эффективнее всего данное средство работает с ткани от 60 градусов особенно если такие сильные загрязненные пятна то вот 60 а 90 вообще идеально так как данную ткань я могу замачивать при 90 градусов с ней ничего не будет поэтому я решила попробовать на 90 следующий эксперимент это вот моя сковородка к сожалению что-то она начала у меня страдать щетка не вычищается посудомойки я и не мою здесь в принципе все более менее нормально то есть меня больше всего интересует внутренняя сторона чайник у меня уже скипел до 90 градусов я беру две столовые ложки кислородного очистителя без горочки смотрим что у нас конечно так прошло всего пару минут еще осталось 23 минуты активное шипение перестала идти и вот такие вот маленькие пузырьки как будто там газированная вода ну что мы находимся в ванне в общем я нашла вот что такой хозяйственный тазик я его промыла единственно что вот эти вот часть они почему-то не очищаются так вот в которой хочу почистить почистить именно вот эти вот резиночки вот такие вот они мне сейчас обычный тряпкой водой они не очищаются вот ведь они мне как бы помытые только если я беру хозяйственное мыло щетку начинаю вычищать все равно ними идеально белые никогда не становились попробуем сейчас с этим средством берем две столовые ложки здесь мини кипяток потому что если мы будем заливать 90 градусов то наша подошва скорее всего отвалится поэтому заливаю где-то у меня тут 60 градусов помню стас у меня постирал как-то кроссовки своей машинке на 90 градусов перепутал и они у него естественно развалились так здесь этот азик у меня не очень подходит по размеру буду тогда рукой придерживать вам не видно но пена стала такого не белого желтого цвета и теперь мне нужно взять щетку и щеткой их прочистить у меня такая старая зубная щетка и сейчас я буду так вот их прочищать уже явно белее становится офигеть итак в общем я разошлась посмотрите просто белоснежные но они не супер прям белые 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 но очень хорошо чистилась посмотрите такая белесенькая подошва так ну все час прошел белье замочила сейчас это все буду стирать стирать буду на 60 градусов и к порошку я еще буду добавлять также очистить его также можно использовать в дополнение к стирке для улучшения очищения тканей так ну что время прошло сейчас я буду ее мыть уже губкой так ну что сковородку я помыла она конечно не стала как новенькая вообще сейчас она когда новая была она была вот такого вот серого цвета у меня тут попадала вода и от воды сковородка начинает как бы вот менять свой цвет к сожалению просто из-за неправильного приготовления у меня как бы сковородка испортилась но сама грязь которую 10 у меня была по бокам края очистились очень хорошо края очистились но тоже слегка осветлилась но к сожалению вот это вот дно испорченные сковородки его ему уже ничего не поможет так ну что полотенца уже высохли я достала из сушильной машины по ним не мягенькие сейчас я кстати уже не глажу полотежки потому что сушилки достаточно мягкие ну что я хочу сказать просто восторг в общем все от очистилась в платежка раз вот которым мы замачивали второе тоже с зайчиками моими любимыми вот это полотенце помните какое оно было по цвету отличалась то есть оно было совсем такое грязное тут был миллион пятен по моему на нем как раз были да и от малины пятна и от кофе и и от всего в общем варежка тоже очистилась так и по поводу фартука вот посмотрите просто просто все здесь тоже было огромное пятно все классно рисунок целый он не выцвел ну то есть как бы я переживала что мало ли от реакции как-то рисунок поменяет цвет нет все отлично все просто шикарно так что честно скажу свой вердик мне средство понравилось его можно применять во многих сферах я уже в начале ролика рассказывала плюс кстати я еще вычитала что он хорошо сбавляется с плесенью и и допустим также можно чистить лотки в общем все в инструкции все можете посмотреть так что средства реально классная повторюсь заказывать можно и на вайлбрисе и на зоне я заказывал на вайлбрисе по очень хорошей цене так что кого заинтересовало ссылочку я оставлю в описании под этим роликом так ну что мы взяли наш термос кстати термос вообще холодный холодный в смысле он же не нагревается да то есть внутри то он горячий кофе налили и едем за водой за водой должны были ехать мне кажется месяц назад да поэтому постоянно покупали канистры в дикси теперь у нас дополнительно плюс 100 500 канистр теперь да это еще лучше я думаю можете выбросить которой у нас сделать как еще нам ехать Двадцать минут. Знаешь уже английскую речь? Нет, нет, нет. Какие красивые. Никакой речи, кофе. Никакие вкусные розаны, да? Ага. Мы просто замерзли. Решили согреться розанчиком. У нас еще кофе есть. Ну так нас радостно встречают песики. Воду мы уже занесли в дом. Это время. Песики были в загончике. У нас прохладно минус семь. А там же жестяная банка, Котя. А? Там же жестяная банка. А я его беру. Ага. Ну где этот? Вот же он. Таффи. Ой. Таффи смотри. Все. Интерес потерян. Кот, конечно. Я там вот ходила. Тоже шарился он. Опять тут свои какачи оставлял. Есть что бы у себя оставлять? Что он к нам ходит капать? Прям уже села. Пустая находит этот кот и кошка. Иди к себе домой. Хитрый. Смотри, лис какой. Ой, Котя, камеру забыл у тебя в машине. В бардачке. Она там замерзла. Таффи тебя подгоняет. Да что же гавкалка. Я сейчас с лопаты зашла. Он меня облаял так? Куда ты зашла? С лопаты сюда. Он меня так облаял. И оп! Так, я в дом греться. А вы? Котя, ты дверь то не закрыл. Чуть пёсики не сбежали. Я в дом. Так, похоже надо птичкам подсыпать уже еды. Да. Так, всё, я в дом. Ну вы гуляете, я же не против. Смотрите, как в садичку смешно лежит. Перевернули постелку, она у нас вот так лежала. И как-то ночью, в основном, ну, только одна собака лежала на постелке. Сейчас, вот, наверное, день третий, четвёртый, постелка так лежит. Собаки ложатся вместе. Это очень интересно. Так что, всем большое спасибо за прошмотер. Мальчики уже лежат. Тут ещё поместилось всё. Был Марти за Багирой. Ну, Багира сто процентов не придёт. В Марти, скорее всего, туза. Ну, тут, действительно, ещё один коржик выносится. Вот, два кота. Да, даже больше. Сюда кот, сюда кот, и сюда. Три, трое. Ну, ладно, мальчики. Алиса, выключи бра. Приятного аппетита. Я обратовал